Всем привет, меня зовут Павел. Меня зовут Антон Николаев. Мы представляем команду «Леон». В моей жизни футбол появился с момента, когда я увидел, что папа у меня играл во дворе на такой песчаной коробке по воскресеньям в 9 утра. Я понял, что там много шума и мата, и мне показалось, что это очень интересная игра. Где-то, наверное, с 10 лет, также с коробок, далее это детско-юнгская школа Истры, дальше КФК, потом учеба, работа, все это немножко дошло на задний план, и дальше пошел любительский футбол, то есть, наверное, лет с 10 начал бегать в Истре. Истра определенный период играла во втором дивизионе, в зоне Запад. Периодически наш лучший успех был, по-моему, 1-4 Кубка России со Спартаком. Мы проиграли 0-1, но я не играл тогда. Соответственно, да, с Антоном познакомились как раз в универе, и с моего, по-моему, третьего, с его первого курса мы общаемся постоянно с нами и дружим. У нас очень много пьедесталов, скажем так. Все наши золотые медали мы рассчитываем в ближайшем будущем. Но история команды очень давнишние, очень далекая. Действительно, очень много людей сменилось. Очень много, кто пришел. Единственное, постоянно это вот наши армяне. Их действительно много, и мы строим команду вокруг, рядом с ними. Да, у нас есть тренер. Это Данил Чертов. В прошлом профессиональный футболист. По большей степени он, можно сказать, знаменитой игрой в премьер-лиге Казахстана. И он возглавляет тренерскую работу у нас. На данный момент у нас более 30 человек, скажем так, в команде и околокомандной структуре, которые прекрасно понимают, во что, в какой футбол играет ли он. Наверное, этим мы отличаемся. Мы не только спортивный клуб, но и сборище команды единомышленников. Ну, давайте тоже скажу. Мы, как уже сказал раньше, мы хотим, чтобы у нас все были звезды. Мы к этому идем и, надеюсь, успешно. Очень много футболистов, именно известных на любительском уровне, играет в нашей команде. И тот же, допустим, Артем Севастьянов, и Роман Федорин. Ну вот, если выделить игроков, которые, как мы считаем, получили наибольший прогресс за последний год, можно выделить нашего опорного полузащитника Данила Майкова, можно выделить Филиппа Минакова. Ну, давайте остановимся на них. Но, поверьте, каждый – это лучший. У меня ожидание от Суперлиги Ф, что это будет самый крутой любительский чемпионат за всю историю всех любительских чемпионатов в Российской Федерации. по критериям всем, которые существуют. То есть это судейство в первую очередь. Очень крутой медиа, медиасфера, чтобы это было интересно даже не для футболистов. Хочется качественного футбола, чтобы он отличался от профессионального, только, возможно, какой-то физической подготовкой и ничего кроме этого. Редактор субтитров А.Семкин